В этом ролике я вам расскажу из-за чего компания стала теперь неприбыльной, ее нету смысла держать. После этого обновления порезали компании, теперь я думаю мало кто будет этим заниматься, я конечно же компанию не буду продавать пока что. Что я буду делать дальше вы в принципе узнаете в этом ролике. Но что вы понимали заработок урезали примерно в 3 раза и почему я вам сегодня расскажу и покажу. Ну а для тех кто еще не играет на проекте есть конечно же мой промокод, его можно вводить на любом серваке, вводите промокод полканов, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Я думаю то что видос будет максимально полезный и интересный, потому что данная тема я думаю многих касается, многие как бы любят дальнобойщики, многие были в компаниях и были даже в моей компании. Вчера когда вышло обновление, все просто поменялось, я реально просто охренел. И как вы понимаете все поменялось в худшую сторону, поэтому я вам сегодня выскажу полностью свое мнение, что я об этом думаю и что я буду делать. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает приятного аппетита. Как я думал многие знают, что я уже давно занимаюсь компанией, больше 2 месяцев, но если в целом почитать наши компании, то мы занимаемся компанией уже примерно полгода. Мы сделали около 5-6 обменов, я в принципе ярый дальнобойщик, который как бы катает, как бы рейсы там и так далее, у меня уже почти 130 скилл дальнобойщика. Мне нравится тема дальнобойщиков, мне нравится заниматься компанией, я от этого получаю удовольствие. Ну и конечно же с помощью этого я неплохо зарабатываю. За то время когда я держу компанию, я заработал грязными 450 миллионов, чистыми 300 миллионов рублей. Но недавно пацаны, как вы знаете, вышло обновление и в этом обновлении добавили одну темку, из-за которой заработок упал практически в 3 раза. Я уже начал копить награды, уже на премии потратил 50 миллионов, выходит обновление и все. Все, что я копил, все, что я платил людям, по сути было зря. Не, в любом случае, как бы люди получили деньги за свою работу. Раньше там можно было накопить, допустим, 130 наград и заработать 150 миллионов. А чтобы сейчас заработать 150 миллионов, нужно накопить 300 наград, понимаете? То есть в 2 раза больше. Получается, мы заходим в C-меню, открываем обменник и здесь видим то, что раньше обмен, получается, на деньги был 3 награды, а сейчас 9. То есть теперь придется копить в 2 раза больше наград, чтобы делать нормальный обмен. Но как по мне, они сделали вообще нелогично, потому что за сутки можно заработать 8 наград за 24 часа. А здесь сотка, это уже, понимаете, 9 наград. Вы даже за сутки не сможете сотку заработать. То есть это максимально нелогично, невыгодно, понимаете? Ладно, они сделали бы 6 наград. 6 наград, это было бы уже нормально. Но 9, пацаны, это просто перебор. Это просто убило, понимаете? Просто убило дальнобойщиков. Именно компании. То есть люди покупали компании, они ими занимались, тратили свое время для того, чтобы копить эти награды, делать обмен и зарабатывать деньги. Никто не будет копить 300 наград, чтобы заработать 150 миллионов. Потому что, ну на это уйдет много времени, понимаете? Даже если не будет конкуренции, на это уйдет больше месяца. Примерно 38 дней. Я на самом деле просто не понимаю разработчиков, из-за чего они это сделали. Понятное дело то, что с помощью компании можно много зарабатывать. Я это как бы не отрицаю. Но компания это не такой бизнес, который ты купил, заводишь продукты и у тебя капает финка. Вам нужно потратить много времени, много сил. Вам нужно самому катать, понимаете? Я веду, пацаны, к тому, что как бы это не аптека, которую ты купил, заводишь продукты и зарабатываешь там по 5 миллионов в день, понимаете? Здесь нужно реально заниматься. Здесь нужно тратить свое время, свои нервы, свои деньги, понимаете? И в итоге они берут, просто это рушат. Просто разрушили эту эру, знаете, эту эпоху дальнобойщиков. Эти награды не трогали с момента создания компании, понимаете? То есть на протяжении трех лет эти награды никто не трогал, понимаете? Все было нормально, никто не жаловался. Я не спорю то, что компания это самый быстрый заработок был на это время, как бы. Это реально был самый быстрый заработок, но самый сложный, мне кажется. Потому что без хорошего состава, без транспорта, без мотивации, без времени вы ничего не сделаете, понимаете? Ну что ж, теперь давайте поговорим про таксопарк. Почему это теперь имбовый просто бизнес, с помощью которого можно зарабатывать даже больше, чем с компанией. Как вы знаете, вышло обновление, и в этом обновлении добавили возможность за награды увеличивать слоты. Теперь в таксопарке можно сделать 80 мест. То есть 80 мест для сотрудников. То есть вы можете реально принять свой таксопарк 80 человек. А это на самом деле очень много. Если у вас в таксопарке будет работать 80 человек, вы уже будете в день зарабатывать примерно 5 миллионов. Просто с наката вы будете в день зарабатывать примерно 5 миллионов. Это уже, пацаны, на самом деле много. Но это еще не все. Но самое интересное, то что в таксопарке добавили так же самообмен наград. За 10 наград получается 100 тысяч. Да, вы скажете, что 10 наград это много, но пацаны, это просто херня. Для таксопарка это полная херня. Потому что таксопарков всего 2. Если один таксопарк не работает, то второй таксопарк забирает просто все премии. Это, пацаны, вам не дальнобойщики, где у вас есть конкуренция. И может быть 12 компаний, допустим. Вы теперь будете с наката зарабатывать много денег. И потом еще делать обмен наград. То есть это просто, пацаны, имба. И таксопарки сейчас подорожают просто в 2 раза. А может даже в 3 раза. Вы просто представьте. Вы накопили 500 наград. И вы делаете обмен на 80 человек. Это такие деньги просто. Это около там, ну, 400 миллионов. Теперь самый главный вопрос, пацаны. Зачем тогда было резать компании из-за того, что они много зарабатывают. И делать имбовые таксопарки. В которых прибыль будет больше даже, чем в компаниях. То есть вы взяли, убрали хороших заработок в компаниях. Для того, чтобы люди быстро не зарабатывали деньги. И сделали просто... Порезали жестко прям. Жестко порезали. Сделали 9 наград вместо 3. Но зато вы сделали таксопар, в котором намного легче зарабатывать эти награды. В миллиард раз легче. Потому что у вас есть только всего лишь один конкурент. Понимаете? И если он не работает, то вы забираете просто все награды. Тем более, работает на фуре, пацаны. И на личном автомобиле, на легковом. Там на спорткаре. Либо на елике. Там, либо еще на чем-то. Это тоже намного проще, чем работать на магнуме. На газоне. На вольво. Там и так далее. То есть таксопарк теперь будет продавать. Ну, примерно может быть за миллиард. Я так думаю, потому что, по сути, его нет смысла продавать. За то время, когда существуют таксопарки, они накопили примерно по тысяче наград. Понимаете? То есть владельцы таксопарков на данный момент уже могут просто сделать обмен и заработать в два раза больше, чем они потратили на этот таксопарк. Вы не думайте то, что я ною, то, что порезали там компании. В любом случае, я буду этим заниматься, потому что мне это нравится. Да, порезали прибыль. Но ничего страшного. Будем копить, значит, в два раза больше наград. Значит, от этого не особо как бы расстраиваюсь. Да, поначалу как бы я расстроился. В любом случае, пацаны. Как бы я буду этим заниматься. Мне это интересно. Да, возможно, я теперь не буду так быстро зарабатывать. Но в любом случае, заработок какой-то, я думаю, будет. Я просто до вас хотел донести то, что они убили один бизнес и сделали другой имбовый бизнес, в котором можно зарабатывать в два раза больше, чем получается именно с транспортной компании. В любом случае, я думаю, мое видео как бы ничем не поможет в этой ситуации. Я думаю, никто ничего фиксить не будет в обратную сторону. Было бы неплохо, если бы хотя бы сделали бы 6 наград за 100 тысяч, потому что 9 наград за 100 тысяч в компании, это реально очень много. Потому что, как я говорил, это нелогично, то что за сутки вы можете заработать 8 наград, а сделать 100 тысяч обмен стоит 9 наград. Мне на самом деле просто неприятно то, что вот эта эпоха просто закончится. Потому что я по себе знаю то, что когда есть конкуренция в компаниях, это просто отлично, пацаны. Это реально очень классно, потому что собирается так, знаете, много дальнобойщиков, все катают, даже бывает рейса не хватает. То есть в этом есть какая-то своя атмосфера. А сейчас, по сути, ну, конкуренции, пацаны, не будет. У нас, по-моему, осталось 4 компании, если я не ошибаюсь. Две из них и работают. Работаем мы, и работает другая компания. И то вчера, по сути, были АФК топ, и мы все забрали. В любом случае, я пока что продавать компании не буду. Я хочу накопить 300 наград, сделать обмен, а дальше уже будет видно. Дальше уже будем думать. В любом случае, я не хочу бросать это дело. Я хочу дойти до конца, накопить реально 300 наград и сделать обмен. Надеюсь, что у нас это получится. Да, возможно, я буду это долго делать. Но я думаю, мы должны это сделать, пацаны, сделать хотя бы последний обмен. Ну что ж, пацаны, вот наша статистика за все время, когда я держу компанию. За все время вы сделали 83 тысячи рейсов и заработали чистыми 75 миллионов рублей. Это, пацаны, больше, чем за 2 месяца. Хотел бы также сказать большое спасибо тем, кто мне помогал, в принципе, заниматься компанией. Всем реально просто большое спасибо, вы реально красавчики. Вот без этих людей, которые мне помогали, которые меня поддерживали, реально ничего бы в принципе не было. Всем просто огромное спасибо, кто работал и работает у меня в компании. Но в любом случае, как бы, пока что в моей компании нету премий. Я их полностью убрал. И за топ премии убрал, и за накат премии убрал. Потому что я не знаю, что делать, пацаны. В любом случае, хотелось бы найти золотую середину, чтобы, как бы, и вам было выгодно у меня работать. И мне было выгодно, как бы, зарабатывать тоже с компанией. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, можете написать в комментариях. Я лично решение еще не нашел. Есть вариант просто накидывать деньги после минонаград. Там по 2-3 миллиона тем, кто работал. Либо сделать их с 2 премии. Но, пацаны, даже если я сделал их с 2 премии, мне кажется, в любом случае, это будет невыгодно. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать данное видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всех жду на втором сервачке. Ну и, конечно же, не забывайте выведить мой промокод, с помощью которого вы тоже сможете заработать, как бы, деньги. В любом случае, как бы, я не расстраиваюсь. Все будет, как бы, нормально, я думаю, ничего страшного. Да, порезали, порезали. Ну, как бы, с кем не бывает, пацаны. В любом случае, как бы, буду дальше заниматься компанией. Ждите видосов, постараюсь выпускать видео каждый день. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.